Порой именно люди, которых мы любим, больше всего заставляют нас показать себя с не лучшей стороны. Именно те, с кем мы сталкиваемся каждый день, капля за капля вычеркивают нашу христианскую благодетель до тех пор, пока не начнет раскрываться прятавшаяся за ней неприглядная сущность. У каждого из нас в жизни присутствуют трудные люди, оказавшиеся в нашей жизни не просто так, а по искусному замыслу Бога. Только представьте себе, Бог любит вас настолько, что доверяет вам быть добрыми по отношению к трудным людям. Бог желает, чтобы плод Духа возрастал в вас, поэтому Он позволяет вздорным и грубым людям вторгаться в вашу размеренную жизнь. В каждом поколении Богу нужны мужчины и женщины, способные показать любовь к тем, кого, казалось бы, невозможно любить. Сделать добро и проявить терпение пред лицом зла и нетерпимости, благословив таким образом тех, кто непомерно жесток. Бог действительно сотворил вас для того, чтобы вы могли проявить любовь к крайне грубым людям. Он дал вам место в истории, поскольку знает, что вы достигнете зрелости и позволите Его славе сиять через вас, принося свет в темные души людей. Вы никогда не сможете этого сделать, если будете полагаться на себя или на эмоциональное наследство, полученное вами от родителей. Вы сможете сделать это лишь тогда, когда решите для себя, что желаете быть подобными Иисусу. Когда поймете, что вам лучше быть похожими на Иисуса, чем на самого себя. Решите, что Его пути лучше, чем ваши пути, и Он обо всем знает больше, чем вы. Сознательно проявляя любовь и доброту посреди бури, вместо того, чтобы разразиться заслуженным гневом, вы заявляете, я поступаю как мой отец, я часть его семьи, и так поступаем мы все. Мы любим людей, которых невозможно любить. Наше семейное дело заключается в том, чтобы святой добротой завоевывать гневливых людей. Никогда не забывайте о том, что вы наследник семейного генетического кода, позволяющего вам любить трудных людей. Именно так поступают христиане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова